Давайте мы успокаиваться будем, начинать наше богослужение. Мы успокоимся, как вы видите, что мы уже в рождественских ходим праздники. Везде рождественская музыка и у нас много событий. Вот главный признак, у нас сценка стоит рождественская. И верблюды все там есть. Так что мы подходим к праздникам рождественским. И наше служение, конечно, будет иметь оттенок этого. И мы будем слышать о рождении Христа, о том, что Он сделал. Я хочу напомнить, что такой занятый сезон. Давайте будем находить время для Бога. Потому что сколько идет сейчас стресса с этими подарками, со всеми разными подготовлениями. Много разных событий. Но давайте все-таки будем иметь момент, где мы можем остановиться и поблагодарить Бога за то, что Он родился. Родился в нашей жизни. Давайте мы выслушаем чтение Писания стоя. Я хочу прочитать. Иоанна 1 глава. Первые стихи мы знаем. Ну, я опять их прочитаю. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеку. Мы празднуем Рождество, и мы начинаем праздновать Рождество, потому что Рождество – это когда Слово, которое было у Бога, вечное Слово, воплотилось и пришло на эту землю. Иисус Христос жил с нами. Он пришел на эту землю, чтобы умереть за наши грехи, чтобы мы имели жизнь вечную. Будем благодарны Ему за это. Будем также славить и хвалить Его за то, что Он пришел сюда к нам, в этот грешный мир, чтобы родиться в наших сердцах. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Господь, я благодарю, что Ты не погнушался и не постеснялся нами, но Ты пришел в этот грешный мир. Я благодарю, что теперь мы можем праздновать Твое рождение, Господи. Ты видишь, сколько суеты, сколько шума сейчас в мире, потому что с этим праздником много денег связано, много разных мероприятий. Ну, я прошу, помоги нам, как церковь, как верующие люди, не суетиться, но в этом занятом период времени, который сейчас происходит, найти время для благодарности. Для времени, когда мы можем поклониться и прославить Тебя. Мы сегодня пришли в Дом Божий, чтобы поклониться Твоему Святому Имя. И мы просим, чтобы Ты сегодня говорил к нам. Говорил через пение, через участие, через проповеди. Работая в наших сердцах, мы нуждаемся в присутствии Духа Святого и в руководстве Его на этом служении. Прошу все это во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы будем петь общим пением. Слава слабому Богу Вышних. Номер 611. Слава слабому Богу. Слава слабому Богу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я вас очень рад видеть сегодня. Я пришел тоже в собрание назидаться, слушать Слово и наполнять свое сердце. Я думаю, каждый из вас пришли сюда тоже услышать что-то, то, что для вас будет важно. Мы с женой любим проводить время в чтении за книгой или чтение Слова Божьего. Когда мы садимся читать Библию, я стараюсь всегда взять листочек бумажки, бумаги и ручку. Потому что когда моя жена рассуждает, размышляет, то я стараюсь записать ее мысли, потому что с ее мыслей рождаются мои проповеди. Поэтому часть этой проповеди – это рассуждение моей жены. Тема моей проповеди – сила слабых и немощность сильных. Сила слабых и немощность сильных. Я сам запомнил это название. Вы можете не запоминать, если вам трудно. Все люди в этом мире оценивают друг друга по внешности. Когда мы встречаемся с людьми или видим людей в обществе, мы их оцениваем по внешности, как они выглядят. И в наших мыслях, в наших рассуждениях сразу складывается какое-то мнение об этом человеке. Очень часто можно поговорить с человеком и узнать о нем, что он совсем не такой, как мы себе представляли. Некоторые люди говорят, что иногда меня люди видят, и они мне говорят, что ты какой-то очень такой грубый или такой дерзкий человек. Но когда они пообщавшись со мной, они почему-то меняют свое мнение. И вы можете о себе сказать, что многие люди, говоря с вами, общаясь с вами, они говорили, что «О, ты не такой, как я о тебе думал». Знаете, что интересно, что в животном мире, животные, они тоже оценивают друг друга по внешности. Некоторые маленькие животные, они боятся больших. Все время мы что-то оцениваем. Интересно, что есть такая поговорка, я не знаю, русская она или не русская, что люди говорят так, что встречают по одежке, а провожают по уму. Может быть, мы видим человека, он выглядит так, но когда мы пообщаемся, мы свое мнение меняем. Оказывается, совсем не такой человек, как о нем думал. Читая притчи, я нашел такой интересный стих. Мы очень размышляли о нем много, и мне захотелось поделиться о нем с вами. Притча 24 глава, 10 стих. Притча 24, 10. Давайте прочитаем вставшим. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя». Присаживайтесь, пожалуйста. Сущность человека познается в трудностях. Можно узнать, кто человек внутри, когда в его жизнь приходят трудности. Трудности выявляет сущность нашу. То, что мы находимся, какие мы есть внутри. Может, по нашей внешности мы можем быть со всеми другими. Но какой стас внутри, многие из вас, вы не можете знать. Потому что внутренность человека, внутреннего человека мы не выявляем везде. Но есть одни обстоятельства в жизни, которые выявляют это трудности. Что интересно, каждый из вас пьет дома чай. Может быть, некоторые не любят чай. Но в основном все мы пьем чай. Как мы можем узнать вкус чая? Вот мы взяли этот пакетик. Когда мы его опускаем в стакан. Когда мы его опускаем в горячую воду, он растворяется там, и мы можем пробовать его вкус. Только тогда можно узнать, какой вкусом вот этот чай, когда мы опускаем его в воду. Только тогда мы можем узнать, кто мы есть на самом деле, если в нашу жизнь, когда в нашу жизнь приходят трудности. В Писании очень много разных примеров, сюжетов. Я не буду много приводить. Я хотел всего лишь один затронуть. Был такой человек Саул. Этот человек был очень сильный воин. Очень сильный воин. Об этом говорит сам царь Давид. Что он был очень сильный воин. У него было очень много качеств. У него было качество. Он был очень красивый человек. Он был очень высокий и статный. И он был очень сильный воин. Но в его жизни пришел такой момент, когда у него появились трудности. Когда его в Иерусалим окружили войска. И он, вместо того, чтобы попросить Бога помощи, он переодевается, идет опасной дорогой, обходит войско, приходит к гадалке и просит у него помощь. И мы видим, что Бог его наказывает, и Бог отвергает его, потому что в его обстоятельствах, в его жизни, он отказался от Бога. Есть еще одна поговорка, которую мы все знаем, что друзья познаются в беде. Многие, может быть, из вас испытали это на своей жизни, когда ваши друзья познавались в беде, когда у вас случалась в жизни беда. Как они реагировали на это, и как они, приходили ли они к вам на помощь или нет? Мы все знаем, что притчи очень любят говорить, Соломон и любил говорить о муравьях. Муравьи, они заготавливают свою еду летом, а зимой они ее кушают. Они знают, что зимой они не смогут выйти из муравейника и пойти искать себе эту пищу. Они это делают заранее. Каждая из вас имеет дома два вида одежды, которую вы носите летом и которую вы носите зимой. Вы ее заготавливаете заранее. Она у вас лежит, когда наступает холод, вы просто берете эту одежду и одеваете, и идете на улицу. Вы не можете пойти в шортах и в футболке, когда на улице мороз. Вы все знаете, что вы заболеете, и это может быть опасно. Каждый человек, он защищает свою жизнь. Каждый из вас будет защищать и спасать свою жизнь. В любых обстоятельствах, какие бы ни были, вы будете спасать свою жизнь. Так же, как все в этом мире, все в этом мире. Даже до этих маленьких муравьев и маленьких насекомых, которые они будут бороться за свою жизнь. Интересно, у меня один брат рассказывал пример, что они прогуливались со своей семьей по трейлу, где-то по дороге шли, и они увидели в земле пчел. Но это было совсем уже близко и поздно, реагировать на это. Они взяли своих детей и убегали, пчелы их догоняли. И, конечно, пока они бежали, их они покусали. Но, как вы думаете, зачем они убегали? Зачем они спасались? Потому что они не хотели быть покусны. Кто хочет стоять и говорит, о, кусайте меня, я весь ваш. Нет. Люди хотят защитить себя и спасти. Но физическая сила, наша физическая сила, она не говорит о многом. Физическая сила человека, она не говорит о многом. Я читал, что самый сильный человек, который я прочитал, он может поднять 1119 паундов. Или это 500 килограмм. Это большая сила, это очень большой вес. Это, можно сказать, половина вашей машины. Или не может некоторую машину, а целую весит столько. Но мы видим, что люди, которые сильны духом, они могут поднимать намного больше, переносить трудности. Сильный духом. Сильный духом человек был такой по имени Давид. Когда он выступил против великана, который был в три или четыре раза больше его, сразившись с ним. Все люди были такого же роста, как и Давид, остальные. Но никто не осмелился в течение много времени выступить и сразиться с Голиафом. Но у Давида был сильный дух. И он смог победить этого человека. Многие слышали, что многие говорят, что умные побеждают тысячи, сильные побеждают тысячи, а умные – десятки тысяч. Я хотел бы подвести итог. Наши взаимоотношения с Богом, они выявляют нас в дни трудностей. То, как вы покажете себя в трудные дни вашей жизни, это говорит о том, какие у вас взаимоотношения с Богом. Если вы не имеете с Богом близких отношений, скорее всего, вы провалите этот экзамен. Скорее всего, вы не сможете перенести трудности. Вы, может быть, и я в своей жизни, я встречал таких людей, которые, когда у них были трудности в жизни, они обижались на Бога и говорили, «Почему так? Почему Бог мне это допустил?» Потому что эти люди не были сильны в Боге. Очень сильные люди этого мира, они иногда становятся слабыми и бедными овечками. Несколько лет назад, может, 50 лет назад жил такой человек, которого звали Брус Ли. Он был очень искусный воин. Я имею в виду своего искусства. Он изобрел вид своего кунг-фу, который он преподавал, и люди платили ему 125 долларов. За час, когда он жил в Калифорнии, чтобы изучать этот вид этого спорта. Но в жизни этого великого спортсмена настал такой период, когда он нанял себе телохранителя и ходил с телохранителем. Ему было страшно. Он боялся за свою жизнь. Хотя он мог защитить себя от десяти, может, людей. Он имел очень большую силу. Несмотря на его внешний вид, по нему не скажешь, насколько сильный. Просто худой и жилистый парень. Но он был очень искусным воином. Настал в жизни такой момент, что он уже один боялся ходить. Я хотел бы еще раз прочитать этот стих. Я буду заканчивать свою проповедь. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что Ты есть тот источник силы, где мы можем набираться духовных и душевных сил. Ты есть единственный источник, в котором можно найти силы перенести различные трудности в нашей жизни. Господь, я прошу Тебя, помоги каждому из нас не забывать об этом. И брать свои силы в Тебе. Я прошу и молю Тебя за каждого из нас, чтобы Ты помогал нам в этом. Аминь. Сейчас хор прославит Господа, пожалуйста. Спасибо. 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 Все, что будет, пройдет. Лишь одно не исчезнет вовеки. Мое сердце нашло неземную любовь. И кристальные чистые реки. Не мутнеет потом, не милеет река. Чистой радости по славной Бога. И пройдя сто дорог, я стою у креста. И не нужно мне места иного. Здесь надежда моя, здесь мой щит и облот. Здесь завет заключен благодатный. Здесь любовью горят, за меня умер тот. За меня умер тот, что земной пылью не был запятным. И его чистотой, и его красотой, И его неповинною смертью. Нам дана благодать, тихо верить и ждать, Предвкушая желанную встречу. Не мутнеет потом, не милеет река. Чистой радостью посланной Богом. И пройдя сто дорог, я стою у креста. И не нужно мне места иного. И не нужно мне места иного. И не нужно мне места иного. Спасибо большое, брат Стас, Марина и Марик. И я хочу опять ободрить церковь, братья и сестры. Вот как прекрасно, когда мы вместе с семьями участвуем в служении. Я вот бывает, вижу, там дети выходят, рассказывают стихотворения, Там кто-то собьется, родители так переживают, так волнуются. Вы знаете, ну не надо к таким вещам много времени уделять. Конечно, где-то кто-то собьется. Конечно, где-то кто-то, может, забудет. Но они выходят славить Господа. Мы должны поддерживать. Мы, и не все всегда будет идеально. Но Бог видит наши сердца. Наше дело приготовиться. И прийти, и принести что-то к духовному столу. Я хочу пошить семьи, с детками, чтобы вы участвовали, чтобы вы вместе прославляли Господа. Это большое благословение для нашей церкви. Если кто-то, когда-то ребенок собьется, не переживайте. Мы все церковь, мы семья, мы понимаем, что это бывает. Что ребенок, он хотел Богу принести славу. И он смог, как он смог сказать. А сейчас у нас будет материальное служение. Я попросил братьев, которые отвечают за это служение, чтобы вы пришли вперед. Давайте мы встанем, помолимся. И помолимся за материальное служение и за воскресную школу. Брат Фея, пожалуйста, помолись. Брат Фея, пожалуйста. Аминь. Во время материального служения мы будем петь общим пением номер 595. Ныне всеверное в мире ликуйте. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 для Господа после того, как она уже вышла с концлагеря. И я всегда, когда смотрю на такие жизни, я думаю, Дима, ну что твои проблемы, трудности по сравнению, через что люди прошли? Жить в концлагере, потерять семью, и выйти, и потом служить Богу, быть радостным. Это только Бог может делать, только Господь может. Так что какие обстоятельства у нас не были в нашей жизни, и может какие бывши не появились, мы не знаем, потому что это может быть благословением, которое Бог использует попозже. Ну, пожалуйста. Церковь лучше не переносить. А сейчас мы приготовимся к слушанию Слову Божьего. Брат, Женя, подянуться. Пожалуйста. Миром, дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, очень рад, что сегодня мы можем быть вместе с вами в Доме Божьем, чтобы слушать Слово, которое от Него, от нашего Святого Бога. И вы знаете, вот это время рождественское так быстро к нам подходит, так быстро время летит, и уже наступает почти день, когда мы будем справлять Рождество Иисуса Христа. И знаете, будет день наступать, когда мы будем справлять, как Бог взял на Себя плоть и родился в бедных яслях на этой земле. Мы будем вспоминать, где Он родился, как Он родился. Но как мы слышали сегодня уже, что иногда в нашей жизни мы становимся сильно занятыми. У нас много очень забот, много проблем, переживаний. И мы начинаем думать, может быть, даже о всех служениях, которые будут в церкви. Мы думаем о всем, что нам нужно успеть сделать для этих служений. Мы думаем, нам же семья наша придет справлять Рождество, нам нужно приготовить много пищи, много еды, нам нужно накрыть стол, нам нужно еще пойти в магазин, докупить подарки, завернуть, положить их под дерево. Да, мы справляем, как Он родился в церкви, мы справляем, где Он родился, мы вспоминаем весь этот процесс, мы справляем это, всю историю Рождества Иисуса Христа, мы справляем вместе с вами. Но бывают наши жизни, может быть, мы забываем самую важную часть. Мы забываем самую главную деталь о Рожде Иисусе Христа на этой земле. Мы забываем справлять день, когда Иисус Христос родился не только на этой земле, но родился и в нашем сердце. Мы забываем справлять день, когда Иисус Христос родился в моем сердце и в вашем сердце. Мы забываем благодарить Бога за это, за то, что Он когда-то пришел, взял на Себя плоть, и теперь Он может жить и в наших сердцах. Но Иисус Христос, Он был рожден. Спаситель был рожден для каждого из нас. И Писание говорит, что теперь, через Его Рождество, через Его рождение, Он всегда с нами. И давайте вместе с вами мы прочитаем Слово, которое от Бога записано в Евангелии от Матфея, 1 глава, 23 стих. Евангелие от Матфея, 1 глава, 23 стих. Давайте мы вставшие выслушаем Слово Божие. «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему, а имя ему Иммануил, что значит с нами Бог». «И нарекут имя ему Иммануил, что значит с нами Бог». Вы можете присаживаться, пожалуйста. Мы знаем эту мысль, мы знаем этот факт, то есть, что Иисус Христос, Он родился на этой земле. Мы знаем, что Он родился примерно 2000 лет тому назад. Мы знаем, что Он родился в бедных яслях. Мы знаем эту историю, мы вспоминаем об этом, и мы празднуем это. Но Писание говорит, что и нарекут имя Ему Иммануил, что значит с нами Бог. Через рождение Иисуса Христа Бог теперь с нами. Бог теперь со мною. И Иисус, когда ты имел возможность, я даже дал Ему возможность родиться в моем сердце. Он коснулся мое сердце, и Он родился в моей жизни. Он родился в бедных яслях моего сердца. Он родился в бедных обстоятельств моего сердца, и теперь Бог, Он со мною. И я верю в это. И Бог со мной, и Бог близок ко мне. И я чувствую Его присутствие. И сегодня, если мы говорим, что Иисус Христос, Он родился в наших сердцах, что Иисус Христос родился в нашей жизни, и Его имя Иммануил, как Писание, учит нас, то чувствуешь ли ты, чувствуешь ли я присутствие Его сегодня в моей жизни? Жаждаем ли мы быть в Его присутствии, жаждаем ли мы быть вместе с Ним? Потому что Он с нами, потому что Он родился в наших сердцах, бежим ли мы к Нему в Его присутствии, чтобы больше времени просто провести с Иисусом, больше времени провести с Богом? Стараемся ли мы построить крепкое отношение с Иисусом, Христом в нашей жизни? Писание говорит, Бог с нами через Иисуса. И сегодня я бы хотел, чтобы вместе со мной вы посмотрели на свою жизнь, чтобы мы вместе с вами заглянули в свое сердце и посмотрели, какое отношение я имею с Богом, какое общение я имею с Богом, как часто я вхожу в Его присутствие, как часто я провожу время с Ним. И вы знаете, мысль, которая очень часто останавливает меня в своих следах, мысль, которая просто поражает меня, мысль, которую я иногда просто даже не могу понять, это как может быть, что Бог теперь со мной? Как может быть, что Бог с нами? Как может быть, что Бог со мной и теперь я могу говорить с Ним? Как может быть, что Бог со мной и теперь я могу иметь отношение с Ним? Когда я просто останавливаюсь в своей жизни и думаю, что Бог тот, который сотворил все, что существует в Вселенную, сотворил небо, которое на нашей головою, солнце, которое светит на нас, пищу, которую мы кушаем, воду, которую мы пьем, семья, которая окружает нас, ту церковь, в которой мы сегодня ходим, то мне бывает тяжело подумать, как может быть всесильный Бог, Творитель всего этого, и я могу говорить с Ним, я могу входить в Его присутствие, я могу иметь общение с Ним, как это может быть? Бог, который ненавидит грех, Бог, который не может терпеть грех, Бог, который не любит грех, а я такой грешник, я так много делаю против воли Его, я так много оскорбляю Его, но я могу с Ним говорить, и не только я могу с Ним говорить, но Он и слышит меня, Ему важно, что хочу и сказать Ему, Он хочет со мной иметь общение, и вы знаете, самое, наверное, самый, наверное, прекрасный момент, который я имел в своей жизни, как по-английски сказать, best experience, который я имел в своей жизни, это когда я молился Богу, когда я склонял колени свои пред Богом, имел общение с Ним, и переносил Ему какую-то очень конкретную нужду, и Бог отвечает еще более конкретно, Бог отвечает по твоей нужде, по моей нужде, и мы думаем, вау, я говорил с Богом, я говорил Богу, и Он слышал меня, как это может быть, я не достоин, я не могу быть при Его присутствии, я не могу с Ним говорить, но почему-то Он меня слышал, почему-то Он хочет со мной разговаривать, я же не могу стоять перед Его величием, я не достоин этого, но Бог говорит, был рожден Сын, пришел Сын на эту землю, Бог говорит, я послал Сына, Которого я люблю, чтобы ты смог, чтобы ты смог быть в Моем присутствии, и чтобы ты смог со мной говорить, и чтобы ты смог иметь со мной общение, и чтобы я мог быть с Тобою. Господь, как? Как, Господь, Ты любишь так? Как Ты имеешь такую любовь ко Мне? И Бог говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Так возлюбил Бог каждого из нас. Он послал Своего Сына, чтобы Он мог быть, чтобы Он мог родиться в этих бедных яслях, чтобы Он мог родиться и в наших сердцах, в нашей жизни, чтобы Бог теперь мог быть с нами, чтобы Бог мог быть с вами. И теперь вопрос. Если Иисус Христос родился в наших сердцах, если Иисус Христос родился в вашем сердце, и вы знаете, вы понимаете, что вы можете быть в Его присутствии, вы можете с Ним говорить напрямую, Он хочет с вами иметь отношения, то как часто вы это делаете? Как часто это делаю я? Бог сделал со Своей стороны так легко, чтобы мы могли быть в Его присутствии, чтобы разговаривать с Ним, чтобы быть с Ним, чтобы иметь общение с Ним. Но как часто делаю это я? Как часто прихожу я к Нему? Как часто склоняю колени пред Ним? Как часто прихожу я и в Его присутствии? Как часто я жажду, имею жажду в своей жизни быть просто в общении с Ним, в общении с Богом? Сколько времени в моем дне я уделяю, чтобы быть в его присутствии, чтобы общаться с ним и поговорить с ним? Вы знаете, в Америке есть одна такая большая церковь, в этой церкви примерно 5000 членов. Есть один проповедник, который раньше был пастором там. И он говорит, что он встречался со своими служителями, служителей было примерно 100-150 человек. И он с ними встречался и спрашивает их вопрос. Он говорит, вы все здесь несете служение? Он говорит, но мой вопрос к вам, как часто и сколько времени в дне вы уделяете для общения с Богом? Сколько времени вы проводите в молитве? Сколько времени вы проводите в его присутствии? И он говорит, если вы как минимум не проводите час, как минимум час в дне, он говорит, то вам нужно это сделать, а потом приходите и нести служение. И знаете, когда я услышал эту мысль, у меня эта мысль пронзила мое сердце, потому что, знаете, я подумал, бывает и в моей жизни, бывает день пройдет, и не бывает часа. Не бывает иногда даже 45 минут, когда я просто имею общение с Иисусом, когда я просто имею общение с Богом. Знаете, вроде как-то в нашей жизни бывает так тяжело, мы так сильно заняты, и много у нас есть причин, почему мы это не можем сделать. Есть много причин, почему мы не можем быть вместе с Богом, почему мы не можем молиться Ему. Ну, и вроде как-то все тяжело, у нас есть хорошие причины, но факт в том, что это сделать очень просто. Войти в присутствие Божие это сделать очень просто, если Он рожден в наших сердцах. И почему-то, замечая за своей жизнью, смотря за своими молитвами, замечая, что иногда бывает так, что мы так небрежно приходим к Богу в молитву, мы так небрежно молимся Ему. У нас так мало радости, так мало счастья, когда мы молимся, у нас так мало благоговения, когда мы встаем пред Его величием, встаем пред Его лицом. Мы забываем, может быть, иногда тот факт, что когда мы молимся, когда мы склоняем колени, когда мы в Доме Божьем, мы входим в Его присутствие, и Он присутствует среди нас, и мы стоим пред Его лицом. Мы стали, может быть, таким народом, особенно живя в эти годы, в которые мы живем, мы стали такие люди, которые уже больше не радуются входить в Его присутствие. Мы не имеем такую великую радость быть с Ним, общаться с Ним, быть в Его присутствии. Нас больше не радует, что мы можем напрямую с Ним говорить. Мы можем говорить, и Он нас слушает. Но так же не было раньше. В древние дни не было так. Люди не могли просто так говорить с Богом, как мы сегодня говорим. Люди не могли так просто входить в присутствие великого Бога, как каждый из вас, и я могу входить сегодня. Раньше люди жаждали иметь общение с Ним напрямую, люди хотели, люди имели страх быть перед Его лицом, но они не могли быть в Его присутствии. Но сегодня мы можем это делать. Каждый из нас может быть в присутствии великого Бога, но почему-то мы выбираем что-то другое. Вы помните историю Моисея? Очень знакомая нам история, когда он зашел на гору Синай, чтобы иметь общение с Богом, чтобы быть в присутствии Господа. Эта история записана в книге «Исход» в 19 главе. И мы с вами прочитаем книгу «Исход» в 19 главе, 16 и 18 стих. На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. В 18 стихе «Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и высадил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась». Смотрите на эту историю, когда Бог сходит на эту гору Синай. И мы видим, присутствует и огонь, Бог сходит в огне, присутствует и дым, и вся гора трясется, колебается, и громкий звук исходит от того, что Бог присутствует там. И весь народ вострепетал, все люди боятся, потому что знают, что Бог сошел на эту гору. Люди наполнены страхом. И 20 стих написано «И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей». Мы видим эту картину, это гора Синай, где огонь, дым, громкий звук, вся гора трясется, все люди боятся. И в такой картине входит в присутствие Божие Моисей. Далее, если мы смотрим, следующий стих, Моисей возвращается обратно к народу. Моисей возвращается обратно к народу, и народ ждет Моисея. И написано 19 стих. «И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но что бы ни говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Моисей возвращается обратно к народу, и эти люди, они видят всю эту картину. Они видели, как эта гора тряслась. Они видели, как Моисей вошел в присутствие Божие. Они ждали, когда он вернется, чтобы спросить, говори с нами, что же Бог тебе сказал? Ты побывал в Его присутствии, что Он тебе сказал? Передавай нам. Но они имели такой страх, потому что они говорили, говори ты с нами, чтобы нам не говорил Бог, чтобы нам не умереть. Потому что мы не можем быть в таком святом присутствии. Мы не можем присутствовать с Богом. Но люди не могли дождаться, что же Бог хочет сказать им. Что же Бог хочет открыть им через Моисея. Если мы посмотрим далее в этой книге «Исход», и посмотрим 33 главу, там учит нас, что Моисей, он строил шатер, он строил большую палату, которую он назвал «Скиния собрания». И в этой скинии он заходил, и он мог быть в присутствии Божьем. И Бог сходил, как облачный столб. И Моисей говорил с Богом. Моисей опять входил в присутствие Божьем. И когда Моисей это делал, когда Бог сходил в Скинию, то все израильтяне, весь этот народ, они выходили из своих палат, там, где они жили, и они начинали поклоняться Богу. Они поклонялись все время, пока Моисей не выйдет и не скажет, что же Бог им сказал. Смотрите, какое благоговение, какой страх был у народа, когда они знали, что присутствовал Бог, и кто-то разговаривал с Богом. Они выходили, они поклонялись Богу, пока Моисей имел общение с Ним. И сегодня, почему-то, в 2018 году, мы говорим, ну да, можно было бы побольше помолиться. Можно было бы побольше времени провести с Богом. Как произошло так, что люди боялись, люди имели страх быть при Его величии, при Его присутствии сегодня? Почему-то иногда у нас этого нет. Имеем ли мы радость, с нетерпением бежим ли мы в Его присутствии, чтобы услышать, что же Бог хочет сказать, поговорить с Ним, иметь общение с Ним? Вы знаете, в древние времена, в времени Моисея, строились храмы. И в этих храмах была одна комната, которая называлась «Святая святых», «Holy of Holies» по-английски. И в эту комнату мог входить только первосвященник один раз в год. Он один раз в год заходил в эту комнату, и он мог приносить жертву за грехи народа. Но когда он заходил в эту комнату, он не просто входил в присутствие Божие, нет. Он должен был приносить с Собою курение, и он должен был положить это курение на огонь перед лицом Господним. И тогда облако вставало перед ним из-за этого огня, из-за этого курения, и Бог присутствовал там, а лицо было закрыто. Потому что если бы он это не сделал, то он бы умер, он бы не смог быть в присутствии Его. И только так раньше люди могли быть в присутствии Божьем. Только так люди могли приходить в Его присутствии. До одного дня, до одного момента в человечестве, до того, как Иисус Христос родился на этой земле, до того времени, как Иисус Христос взял на Себя, Бог взял на Себя плоть и родился в бедных яслях. И потом, проживя жизнь без пороков, Он был распят на Голгофском кресте. И сделая это, сегодня каждый из нас может приходить в Его присутствие. Каждый из нас сегодня может иметь общение с Ним, быть пред Его лицом. Он сделал со своей стороны абсолютно все, чтобы мы могли иметь общение с Ним, чтобы мы могли иметь постоянное отношение с Ним. Вы знаете, когда Иисус Христос был распят на Голгофском кресте, Писание говорит, что завеса в храме была порвана. Вы, наверное, знаете этот текст из Писания, где написано, когда Иисус Христос умирал, завеса была порвана. И эта завеса была именно там, которая разделяла храм от святой святых, куда входил первый священник. И через жертву Его, через Его рождение на этой земле, эта завеса порвана, и больше нету разделения от Бога. Мы теперь можем входить в Его присутствие. Бог только не присутствует больше в этом храме. Бог больше не присутствует в святой святых, но теперь Он присутствует с нами. Завеса порвана, и теперь Дух Божий, Дух Святой, Он присутствует в нас, Он живет в нас, и Бог, Он теперь с нами. И теперь мы можем чувствовать Его присутствие, мы можем входить в Его присутствие в своей жизни. Вы знаете, один проповедник, один пастор тоже сказал, ему однажды позвонил один человек с Африки, один пресс-фитер. И он говорит, почему-то в нашей церкви люди так мало молятся. Он говорит, люди почему-то так мало молятся. Он говорит, забыли ли они истории Моисея, которые мы сегодня с вами слышали? Он говорит, почему эти люди не хотят подняться на эту гору? Почему люди не хотят быть в присутствии Божьем? Почему они не хотят это? Этот пастор говорит, я не знаю. Я не знаю, почему люди не хотят. Я не знаю, почему люди не хотят быть в Его святом присутствии. Но сегодня каждый из вас, каждый из нас, мы можем подняться на эту гору сами. Мы можем быть в Его присутствии сами. Мы можем говорить с Ним. Мы можем быть с Ним через рождение Иисуса Христа в наших сердцах. Мы можем называть Его Иммануил, потому что Он всегда теперь с нами. Знаете, друзья, это время рождественское, оно быстро подходит, и оно быстро пройдет. Праздник быстро пройдет. Наступит Новый год, начнется Новый год нашей жизни, начнется суета, мы будем заняты, как всегда. Но если сегодня, дорогой друг, Иисус Христос не в твоем сердце, Он не родился в твоем сердце, если ты не принял Его в свою жизнь, как личного Спасителя, то Он ждет и тебя у этих ясных. И Он хочет иметь отношение с тобой, хочет иметь общение с тобой и родиться в твоем сердце. А если, может быть, Он уже родился в твоем сердце, а может быть, просто мы стали сильно заняты, у нас много сильно забот, мы перестали уделять Ему время, мы перестали иметь общение с Ним, мы перестали входить в Его присутствие, или, может быть, просто есть какой-то грех, который обмотал нас, обкутал нас и оттягивает нас от Бога, от Его присутствия, и просто, может быть, мы падаем и падаем, то каждого из нас так же Иисус Христос ждет у Гоговского креста. Он любит каждого из нас. Он готов простить нас, что, может быть, мы мало уделяем время. Он готов простить все наши грехи, все, что мы делаем неправильно, везде, где мы падаем. Он хочет с каждым из вас, кто бы вы ни были, Он хочет с вами иметь отношение. Он хочет, чтобы вы приходили в Его присутствие и разговаривали с Ним. Давайте, дорогие друзья, в это рождественское время, в это время, когда мы будем вспоминать Рождество Иисуса Христа, нашего Спасителя, давайте Ему будем благодарны. Давайте будем иметь благодарные сердца и будем иметь желание, будем иметь жажду быть в Его присутствии с благоговением и радостью, зная, что мы стоим пред тем же самым Богом, который стоял и Моисей, и все другие герои Старого Завета. Аминь. Спасибо, брат Женя. Прекрасно напоминает действительно для нас, что мы должны быть в присутствии Божьем. Пусть Бог нам поможет, каждому из нас искать этого времени и этой горы, где мы можем вместе общаться с Богом наедине. А сейчас женская группа, тот же прославит Господа, пожалуйста. Спасибо. Бывают праздники в семье, Бывают в городе, в стране, Сегодня праздник Рождества Для всей планеты, как же строга Для всех, для малых и больших От звуки песен не сильны Родился мир Иисус Христос Родость вечную принес Родился, чтобы жить с людьми Чтобы вы порвали показать и с тьми Чтобы на колготе пострадать И грешникам спасенье дать Для всех, для малых и больших Под звуки песен не сильны Родился мир Иисус Христос Родость вечную принес Сегодня радуемся мы Звучат чудесные псалмы За радость, мир и благодать Мы и будем Бога прославлять Для всех, для малых и больших Под звуки песен не сильны Родился мир Иисус Христос Родость вечную принес Сейчас общим пением мы, вставшись, споем «Что за дитя в холеву чужом» Номер 1705 «Что за дитя» Номер 1705 Дайте мы прославим Господа стоя Субтитры создавал DimaTorzok 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 2018 год от Рождества Христова Подходит к концу 350 дней уже мы прожили 15 дней осталось И будет Новый год Хвойный аромат далекого детства Или недалекого детства Врывается в наши дома И будоражит нас Напоминает о подарках О Рождестве И мы видим как этот год Все догорает Как большая свеча Так хочется сказать Что прочь все заботы Прочь все тревоги Забыть, уйти, забыться И кажется, что плохое больше не повторится Что перейдя ту черту Нового года Которая отделяется второй год от Нового Мы окажемся В такой безоблачной сказке И не будет больше болезней Не будет плохих новостей Не будет обид Не будет одиночества И мир воцарится в нашем сердце В нашем доме И мы все в самолет Умчимся в долгое счастливое путешествие И больше не будем страдать А будем жить, как в детстве Просторно Светло И красиво Красиво звучит, да? Но, увы Порог перехода От прожитого В неведомое будущее Как бы То, что было вчера И то, что будет завтра Мы знаем, что такое жизнь Есть такая песня русская одна Есть только миг между прошлым и будущим И этот миг называется жизнь Вот этот миг нам дан нам сегодня И В конце года мы обычно вспоминаем Каковы были наши дни Были ли они украшены радостью Стремлением к добру К идеальному миру Братолюбия и любви Были ли наполнены верой Надеждой Прощением ближнего Или жизнь прошла бессмысленно Бесплодно В погоне за материальными успехами Мелкими наслаждениями Или же Мы хотели, чтобы наша жизнь была украшена Присутствием Бога Обогретой Его любовью И всегда В преддверии Нового года Характерно тем, что Весь христианский мир Празднует Рождество Но, к сожалению, в современном обществе Подготовка к празднику Наполнена суетой И каждое новое поколение Вырастает с искаженным понятием О Рождестве Как о дне подарков Декораций Поездок Гостей Игр И других праздничных Разных удовольствий Два месяца до праздника Вся страна наша тонет В суете А отпраздновав Осознав Неудовлетворенность И пустоту души Люди Обычно говорят Ну стоило ли это Так все делать Столько много затрат Столько много приготовлений Столько ожиданий Миллионы людей ежегодно Празднувши Рождество На опыте убежать В том, что можно купить Богатую елку Можно завалить ее Украшениями И подарками под елкой Одеться в шикарную одежду Кушать С таких Обильных Наших Накрытых столов И все После этого Так же Оставаться Все такой же Замкнутой душой Пустым сердцем Какие были раньше Такие остались Если только это Не сопровождается Внутренними Духовными Переживаниями Поэтому очень важно Чтобы мы не просто Вспомнили Эту информацию О Рождестве Как Христос родился Но внутренне Переживали то событие Которое разделяет До И после Рождества Христова Праздник Рождества Это время Когда мы Вновь Должны подойти К яслим Но уже не для того Чтобы узреть В них Божественного Младенца Родившегося А для того Чтобы уразуметь Спасение Которое Бог Совершил Придлицом Всей земли Праздновать Рождество Это значит Радоваться Возможностям Спасения И вечное Пребывание В этом Спасении Праздновать Рождество Христов Мы должны Вновь Вновь Вспомнить Что Воплотившийся Спаситель Спасает Нас Лично Но только В том Случа Если мы Принимаем Его В свое Сердце Поэтому На вопрос Царя Ирода К еврейским Книжникам Где Надлежит Родиться Христу Мы Живущие Сегодня Должны Сказать В Человеческом Сердце Давайте Обратимся К тем далеким Событиям Которые Не потеряли Еще И сегодня Той Актуальности Они имеют Непосредственное Отличение К нам К нашему К каждому Человеку И Наши реакции Определяют Нашу судьбу Здесь И в вечности В те дни Вышло От Кесаря Августа Повеление Сделать Перепись По всей земле Эта перепись Была первая В правлении К Верене Сирию И пошли Все записываться Каждый Свой город Пошел Также Иосиф Из Галилеи Из города Назарета В Иудею В город Давидов Называемый Вифлеем Потому что Он был из рода И дома Давидова Записаться с Марией Когда же они были там Наступило время Родить ей И родила сына Своего первенца И спеленала его И положила его В ясли Потому что Не было им Места В гостинице Под таинственным небом Сокрытым Покрывало Ночью Родился В мир Сын Божий Зародилось Новое семя Христианской веры В Вифлееме Которое Называется В переводе Как Дом хлеба Незримо Можно сказать Проросло Это истинное Пшеничное зерно Которое Потом упало В землю Умерло И принесло Много плода Христос Воплотился Чтобы Родившись Уже в наших сердцах Веру Селять в них И научить нас Смирению Победе Над своим Эгоистичным Я Избавить От уныния Отчаяния И страха Обеспечить Смысл жизни На земле И подарить Вечную жизнь На небе А Вифлеем Вифлеем Это сердце Человеческое Рождается Синем Как в яслях Бог Младенец Возрастает До нашего Преображения В образ Божий Сердце Нас Становится Храмом Духа Святого Но мы видим Что Марии И Иосифу Не нашлось Места В гостиницах Вифлеема И то что Произошло Как Прошлый раз Отметил Павел Скачко Говорит Что Сегодня это Продолжается В наших Сердцах У нас есть Время Для работы Для учебы Для отдыха Для всего Но часто Нет места Сердца Для самого важного Для Бога Иисус 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 Пришел Он Иисус Иисус Вопросом Могу Ли Родиться В тебе В твоей Душе В твоем Доме В твоей Семье Среди Твоих Близких Могу Ли Я Прийти К тебе Пусть Если ты Меня К себе Вот чем Тайна Рождества Мы часто Похожи на людей Которые Жили в Вифлееме Наверное Они видели Марию Усталу Которая шла Вот-вот Готова Родить Они видели Наверное Изможденного Иосифа Но им Было Не до них Им Было Не до них Так и нам Не до него У нас Свои заботы Свои хлопоты Своё время А вечность Вот она Рядышком Стоит Бессмертная Самая Прекрасная И знаете И люди И мы Можем это пропустить Вот чтобы Этого не было К нам приходит Праздник Рождества Чтобы мы Время от времени Могли проснуться И понять Что есть Бессмертная Есть прекрасная Есть что-то Единственное В нашей жизни Что даёт Ей смысл И вечность Вот почему Мы проводим Евангелизационное Собрание Всё время Особенно На Рождество Чтобы люди Поняли Что есть Возможность Спастись Мы живём В такое время Что кажется Радость Исчезла С земли Возьмём Газеты Или журнал Всё говорит Только о страданиях О скорби О противовременной Гибели Многих людей Невольно Появляется вопрос Неужели Действительно Светлая Радость Ушла Но если В это Тёмное Скорбное Время Ещё Есть радость Чудная Радость Великая Радость Которую Никто и ничто Не может Уничтожить Ибо Она Небесная В день рождения Христа Появился Ангел Господь На небе Который Возвестил Пастухам О великой Радости Которая Будет Всем людям Ибо Ныне Родился Вам В городе Давидов Спаситель Который Есть Христос Господь Радость Могут И чтобы Причина Родость И Причина Так и с Иисусом Христом у любого из нас есть шанс стать праведником. Каждый человек может начать все сначала. Иисус становится основой нашей жизни. Когда его безгрешного распили, он страдал за наши грехи, чтобы сделать нас праведными. Каждому, кто верует в это, Бог дает спасение. Если раньше проклятия Адама действовали в нашей жизни, то через веру в Иисуса Христа мы получаем благословение. Божий Сын стал Сыном Человеческим, чтобы мы стали Сынами Божьими. В истории открытой перед нами Господь достиг такой глубины смирения и сделал родной себе нашу человеческую природу, не входившую в божественный свет бытия. Наш Бог соединил в себе ту материю, из которой состоит наше тело. А тело это всего лишь прах земной. В нем есть только то, что можно найти в составе земли, на которой мы живем. Мы питаемся тем, что произошла земля. Но когда мы умираем, мы возвращаемся опять в тот же самый прах, из которого мы взяты. И разве не странно то, что эта грубая часть творения, прах, была объединена с прекрасным, непостижимым и божественным, о котором мы так мало знаем. Господь Иисус Христос также человек. И в этом особенность Его личности. Кто-то сказал очень хорошо, Он совершенный и чистый Бог, и настоящий и истинный человек. Он не божественный человек, Он не очеловечившийся Бог. Он Бог, Он человек, Он в полной мере тот, кем является Бог, и Он в полной мере человек, каким Его сотворил Бог. Он истинно Бог, как если бы Он не был человеком совсем, но все-таки Он совершенный человек, как если бы Он не был Богом. Подумайте об этом удивительном соединении. Совершенный человек, без пятна первородного и совершенного греха, и славный Бог. И из тех чудес, которые отмечены в Библии, самое великое чудо, это чудо Рождества Христова. Мы уже слышали, сегодня было сказано, что и Слово стало плотью, и пребывало с нами полная благодать и истины. Не тысячи, не десятки тысяч, а миллионы людей нашли в Нем спасение, радость и истинное счастье. Трудно даже представить, что было бы человечеством, если бы Христос не пришел. Если человек отвергает эту истину и принимает ее верою, дальше ему идти некуда. Ведь если не было воплощения Сына Божия, значит, не могло бы идти Его воскресенье. И тогда все равно шли мираж и пустота. Когда-то поэт Державин написал так в воде Бог. Я есть. Конечно. Есть и ты. И хочется добавить, воспользоваться этим сильным таким аргументом, сказать, что я есть, потому что ты не только есть, но и потому что ты явился для меня на землю. Даже великий пророк Исаия посчитал это невозможным. Он пишет так. О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня. И все-таки Бог сошел на землю. Жил среди нас людей. И земля не расплавилась. И люди не исчезли. И все потому, что Бог явился не в пламеняющем огне, а в спасительном свете любви к нам, грешникам. Любовь Божия так сильна и могучна, что сокрыла от нас свое божество за завесой плоти младенца Иисуса Христа. Пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Эти поклоняющиеся волхвы были язычниками. Таким образом, в самом начале имеется здесь намек, что хотя Иисус – мессия иудейского народа, давно предсказанный им и давно ожидаемый ими, он должен быть гораздо большим, чем только царем иудейским. Его царство охватывает все племена. И тут мы видим первых язычников, приносящих свою дань спасителю всех народов. Многие величайшие мыслители мира склонялись у ног его. Поэты, такие как Данте, Мильтон, принесли ему свои дары. Гениальные художники от Рафаэля до Иванова изнемогали в муках творчества, стараясь достойно изобразить его. Композиторы, классики, Генгель, Гайн стремились прославить его. А предшественниками их были эти мудрецы, которые преклонились у колыбели младенца в первый день. В те времена не все праздновали рождение Спасителя. Фарисеи и книжники знали, что Христос должен родиться и где это должно было произойти. Но рождение Иисуса осталось незамеченным для них из-за суеты и повседневных забот. Но пастухи и мудрецы пришли поклониться младенцу. Это и есть самый верный праздник. Самый способ отпраздновать Рождество – это искренне поклониться и прославить нашего Господа и Спасителя. «Ведь Он родился в этот мир для нас, жил для нас, умер для нас, понеся грехи наши на крест и стал спасителем каждого человека, поверившего в Него». Возможно, для тех, кто не знает Иисуса, не знает Рождество, Рождество будет просто повод для шоппинга. Для верующих в Него – это жизнь вечная. Некоторые люди говорят, я боюсь прийти к Богу, признать, что я грешник. Я чувствую недостойным прийти к Нему. Вы можете быть недостойными прийти к Богу, но вы не можете быть недостойными, чтобы прийти к Иисусу. Для того, чтобы зайти на гору Господню, как Женя сегодня говорил уже, надо быть таким, как Моисей. Таким, как Моисей. Моисей, который был в князьях на этих египетских, на высшем уровне, в высшем свете, вращался при лицом фараона, до того унизился, что убежал и был пастухом. Но для того, чтобы прийти к Господу Христу, не нужно никакого достоинства. Приходите такие, какие вы есть, виновные, потерянные, гибнущие. Вспомните, что Иисус был назван другом, грешником. Пастухи стали первыми людьми, услышанными об Иисусе, который стал добрым пастырем и полагал свою жизнь за овец. Возможно, не было более подходящего имени, чем пастырь для вождя народа и более символичного места рождения, чем хлев для Акца Божьего, который взял на себя грех мира. Бог отправляет к людям, своего Сына, который пришел в этот мир, не чтобы запугать нас. Он не был одет в доспехе, у него не было копья в руке, в его руке был флаг примирения святости. Не бойся подойти сегодня к родкому Иисусу, не думай, что тебе необходима особая подготовка для этой встречи, что тебе нужна молитва какая-то особая, какого-то святого или вмешательства какого-то проповедника. Нет. Боязнь Бога нередко оставляет людей опускаться на дно. Человек говорит, для меня нет надежды. Нет надежды для меня. Совершив одну серьезную ошибку. Я стал врагом Бога и теперь безвозвратно погиб. Нет никакой надежды вернуть мир и радость. Что же мне теперь делать? Забуду про будущее, возьму все от сегодняшнего дня, что могу. И человек совершает один поступок за другим, изобретая все новые способы бунта против Бога. И никак не может остановиться, словно находит удовлетворение в этом списке преступления. Но если бы только человек узнал, что Бог по-прежнему готов принять его, что Бог любит его, что он не желает смерти грешника, что хочет, чтобы тот обратился и жил, то тогда бы жизнь его изменилась. Уходит в вечность еще один год. Уносит с собой наши ошибки, греховные деяния, тяжелые вздохи, угрызения совести и сожаления. Пробелы прошлого невозможно возвратить, невозможно исправить. Но можно и нужно искать милости Божьей, благодати Христовой, которая обновит и обогатит нашу жизнь. Все мы чувствуем и знаем, как краток жизненный путь человека на земле. И часто это короткая жизнь, полна страданий, разочарований, тоски и уныния. Кто силен преобразить эту жизнь? Кто может дать истинное счастье, полное миро и любви? Только Он, рожденный Спаситель. Аминь. Сейчас у нас есть время, будем молиться. У нас есть возможность поблагодарить Господа за этот чудный дар Божий, который сошел к нам в лице Сына Господа, что Он пришел для того, чтобы умереть вместо нас, спасти нас. Будем молиться. Аминь. Господи, я благодарю Тебя за Твою любовь и милость, Господи. Я благодарен Тебе, Господь, что некогда Ты также родился в грязном плеву моего сердца, Господи. И Ты соделал из этого грязного сердца храм для себя. И Ты сейчас оберегаешь его, заботишься о нем. Старайся, Господи, чтобы этот храм был чище, светлее. Благоухание, Господи. Слава, слава, мой дорогой Иисус, за то, что Ты живешь в моем сердце. Ну, помоги мне, Господи, чтобы лично я, мой разум, мое все внутреннее состояние, Господь, оно было предано Тебе. Чтобы, Господи, я был полностью под Твоей властью. И чтобы Дух Святой, Господи, руководил моей жизнью во всем, Господи. Потому что я нуждаюсь, Господь, всегда в Твоей поддержке и Твоем подкреплении. Все, Господи, предаю в руки Твои. Расслабься, мой Бог. Я хочу прославить Тебя от всего сердца, Господь. Всеми мыслями, Господь, всеми фибрами моей души, Господь, чтобы Ты прославлялся. Слава, слава Тебе, мой Бог. Аллилуйя, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. 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 Продолжение следует... 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 Много событий происходит в нашей церкви именно вокруг Рождества. Так что у нас будет много событий, и это хорошее событие, церковные мероприятия. И я хочу объявить, немножко напомнить, объяснить, что у нас будет проходить в течение этого месяца. Первое, я хочу напомнить, что в этот вторник в 6 часов вечером мы едем в дом престарелых с молодежью, подростками. И молодежь, если вы не видели, приготовили подарки для пожилых людей. И, пожалуйста, молитесь за нас. В 6 часов мы уже должны быть там. То есть, не на 6, а в 6 мы уже должны быть часов там. Может, сестра Лена еще немножко что-то напишет, церковный канал. А в 6 часов вечера, во вторник, у нас служение в доме престарелых. Это время, где мы можем не только получить, но что-то отдать как церковь, послужить local community. То есть, это не русскоговорящие, это американцы. Мы хотим послужить, показать свет Христов, где мы живем, где мы находимся. В пятницу у нас будет братское общение, как мы назвали, посидим у стола. Приглашаются все братья нашей церкви. Все братья, которые здесь присутствуют, все приглашаются. Это для разных возрастов, это не только для молодых, это не только для пожилых. Это для микс, это для всех. Извините, ничего не придумали более оригинального, как у сестер. Там посидим у камина, мы просто назвали по-простому, посидим у стола. И просьба... Что? В 7 часов вечера мы собираемся в молодежном центре. Просьба, чтобы сестры что-то приготовили unhealthy. И дали с собой братьям, потому что это будет братское общение, и мы хотим покушать нормальную еду. Так что в 7 часов вечера, братья, просьба. У нас будет Yankee Swap, игра, где мы меняемся гифт. Принести с собой подарок 15 долларов, не больше, максимум 20, максимум. Ну, где-то около 15 долларов. Yes, anything goes nice. Все, что мужское, вы можете принести. Gift cards. То, что вам легче, то, что вы хотите принести, это одни мужчины собираются. И подарки такие могут быть мужские. Это у нас будет общение. То есть у нас там будет общение. Оно начинается в 7 часов вечера. Опять приглашаются все братья, все возраста. И самое последнее. Оденьте свой самый любимый свитер. Если он даже самый уродливый. Пурерон. Пурероны приходите. Чтобы вы были comfortable, чтобы вам было удобно. И вы могли иметь общение с нами. Оденьте то, что ваш самый любимый свитер на это событие. Итак, братское общение. В 7 часов вечера мы приглашаем всех братьев. Будем рады. Может, все гости новые. Мы будем рады. Приходите. Это наше общение братское. В 7 часов в пятницу 21 числа. В воскресенье у нас будет рождественское служение в нашей церкви. В воскресенье рождественское праздничное служение будет здесь у нас. Приглашайте ваших друзей, знакомых. Будем сами готовиться. Мы будем. Это будет наше рождественское воскресное служение. Вечером у нас будет рождественское служение. Это одно из самых больших событий в году, как вы знаете. Оно будет приходить в соседние церкви. Будем молиться, готовиться. Сегодня, связано с этим, у нас не будет молитв. Естественно, у нас в 5.30 мы собираемся в соседнюю церковь, в украинской церкви, здесь. И мы будем на один час только, ненадолго, мы будем молиться за служение евендационное, которое будет в это воскресенье. В 5.30. Так что, пожалуйста, все приходите. В 5.30 мы сегодня будем молиться за служение. Наше дело, говорить людям, как уже брат Александр говорил, говорить людям о Христе. Вы знаете, Ной говорил очень долго, и никто не покаялся. Наше дело, говорить. Наше дело, пока Бог дает нам возможность светить, свидетельствовать. И Бог будет делать свою работу. Пусть нам надо иметь только терпение. В понедельник, у нас будет 24-го числа, у нас будет Candlelight Service. Мы говорим по-русски, что это сочельник. Но, если честно, мы хотим более... Мы взяли этот пример с американских церквей. Мы живем в этой стране, и у них есть такая практика. Я когда-то, когда был в американской церкви, мне очень нравилось это служение. Candlelight Service. Она очень запоминается, она очень настраивает людей. И в этом году я поговорил с нашим начальником по безопасности в церкви, с Павелом Скачко. И мы будем иметь настоящие свечи. У нас будут real candles, специальными чашами. Для того, чтобы дети запомнили. И мы будем иметь... У нас будет вот такой Candlelight Service. Есть планы, как мы будем это делать. Так что, пожалуйста, приходите, приглашайте всех своих знакомых и приводите детей, чтобы это им запомнится, это служение. Candlelight Service в 7 часов вечера в понедельник. Во вторник у нас ничего не будет. Это время, когда мы проводим с семьей, празднуем праздник Рождества с семьей. Во вторник у нас ничего не будет. 31 числа в понедельник, накануне Нового года, у нас будет новогоднее служение в 7 часов вечера. 31 понедельник в 7 часов вечера служение. Это служение будет отделяться форматом. Почему? У нас, у нас славян, есть такая пословица. Как встретишь Новый год, так что? Так и будет. Ну, в Библии этого нет. И это наша мудрость славянская. Но, вот мы даем возможность, чтобы все встретили Новый год правильно. То есть, чтобы все семьи, все поучаствовали. То есть, это будет открытое такое служение для участия всех семей. Кто как может. Чем? Стихотворением, пением, свидетельством. А цель этого новогоднего служения, чтобы все участвовали в этом служении. Также у нас будет в гостях Гринфилд. Они тоже поучаствуют. Это новогоднее служение. Вот такие у нас планы, если Господь нам позволит. То есть, вы видите, очень будет занятое время, но это благословенное время. А сейчас, если есть у нас приветы, кто хочет передать, пожалуйста. Вы сейчас это можете сделать. Не даем. Принимаем. А еще может есть. ПСС, принимаем. Принимаем. Поправились. Бергерс. Мамы нету. Хорошо. Рады видеть, братья. Я шучу. You look good. У меня есть остался, где-то есть целый такой книжечка, где Демеррис можно еще выдавать. Это очки, если ты нарушаешь, там выдаешь. У меня сохранилось. Так что мы проверим там стрижку, бритьев и галстук. Как в старое время. Еще есть какие у нас, может, приветы. Рады, что вы с нами, братья. Очень рады. Слава Богу. Есть ли молитвенные нужды? Сестра Антонина уже молилась. Я еще повторю. Она уезжает сейчас к своей дочери во Флориду. И сегодня вы вылетаете? Завтра. Да. И будем молиться за нее, за перелет. Ее зять в машину будет также перегонять. Правильно? Так что будем молиться за ее перелет, чтобы Бог благословил там ее также нахождение. Еще есть ли какие у нас молитвенные нужды? Пожалуйста. Да. Пожалуйста. Братья и сестры. Вот на этой неделе ко мне на работу пришел один брат верующий. Он на границе стоит Баптист Черч ходит, посещает. И они там ведут стройку. Они купили здание небольшое, вот они там пристраивают. И оказались очень большим долгой. И вот на этой неделе они получили чек где-то 230 тысяч, что ли, Юля, да? 230, да? 230 тысяч человек пожертвовал какой-то, они не знают кто. Но пожертвовали вот на это строительство церкви, и все долги покрыли их. Все, он пришел, говорит, мы так благодарны, что Бог вот так позаботился об нас. И я бы хотел, чтобы вы в своей церкви тоже сказали, что Бог вот отвечает на наши нужды и дает, когда нужно. Он дает, что они не знают кто этот человек. Ну, наверное, догадывается, может быть, не знает. Ну, вот Бог так расположил сердце человеческое, что вот они были в больших долгах, и вот, пожалуйста, все долги их не покрыты за один раз. Так что вот, ну, как бы напоминание нам, что Бог, Он вчера, сегодня и вовеки тот же, и Божьи пути, и наши пути. Он восполняет наши нужды, когда мы не ждем откуда вот. Ну, это такой вот рождественский подарок, может, всем, чтобы Бог, Он заботится об нас. Спасибо, прекрасное свидетельство. Действительно, что слава Богу за Его заботу и за людей, которые Он использует. Это, конечно, огромный. И слава Богу, что есть такие люди, которые чувствительны голосу Божьей, открываются, и Бог их использует таким путем. А если у нас еще есть какие нужды, братья и сестры, на этой неделе мы молимся за семью Глотов Владислав и Юля. Мы за вас молимся, так что на этой неделе. Если у нас еще есть нужды, да, пожалуйста. Здоровья Лилия Степановна. Хорошо. Это все. Давайте мы сейчас помолимся. Дорогой Господь, я сердечно благодарен Тебя за то, что есть Церковь, и мы можем быть частью Твоей Церкви. И мы можем жить и служить для Тебя. И действительно, как уже сегодня мы много слышали через братьев, что хотя и суета, и Рождество для многих – это просто повод, чтобы больше приобрести материальных вещей в своей жизни. Для нас это намного глубже. И мы благодарны, что Ты пришел на эту грешную землю, чтобы спасти нас, Господи. Помоги сейчас. Вот сейчас у нас будет много, чтобы происходить в церкви. Я прошу, помоги нам все успеть и сделать. Благослови все эти события. Мы делаем это для Твоей славы. И мы хотим превознести Иисуса Христа, Господи. Я прошу, Господи, также за нужды, которые мы имеем. Я прошу за сестру Антонину. Она улетает к своей дочери. Я прошу, благослови ее перелет. Храни ее, Господи. Благодарю, что она здесь с нами была. Как приятно видеть, как она старается всегда быть в Твоем доме, Господи. Я благодарю за ее сердце, любовь к Тебе. И благослови ее, Господи, когда она перелетит туда к своей дочери и будет там на короткое время находиться там. Мы также молимся за семью Улада и Юлия Глотова, Господи. Благодарны за их. Я прошу, благослови. Благослови их, Господи. Ты знаешь их ненужды, может, какие. Ты все знаешь. Я прошу, ответь и помоги, Господь. Мы также молимся за здоровье Виде Степановны, Господи. Будь с ней. Поддержи сейчас ее. Господи, мы молимся за других, которые, может, имеют какие-то духовные или физические сложности или беремена. Господи, я прошу, поддержи. Наполни нас радостью в эти праздничные дни, Господь. Я благодарю за Твою любовь и милость к нам. Благослови все, что будет происходить, все наши события. И используй нас для Твоей славы. Прошу все это во имя Иисуса Христа. Аминь. С миром Божьим приветствуйте друг друга. С миром Божьим приветствуйте. А у него куда он ходит? У него новый не нужна. Кажите. Ну, они... Касал, Баба. Это много, кстати. Это Комфор. Комфор. Окей. Там они в принципе. Комфор. Продолжение следует...